Нет ничего на свете такого, ни вокруг нас, ни в самих нас, что не оттенивалось бы Богу. Ни один наш поступок не может быть такой, чтобы сказать, что да ладно, да, сделали ничего. Может незаметно быть. Заметно быть. Мы только среди людей можем надеяться на то, что мы можем незаметно что-то сделать. На самом деле среди людей мы можем делать незаметно. Мы можем сделать что-то явное, про себя, обдумываясь нечто совсем неное. Вот мы должны с вами, и об этом говорит нам Бог, мы должны с вами твердо знать, что нет ничего такого в наших мыслях, наших намерениях, наших действиях, что не фиксировалось бы, как сказано в Куранах и Арам, книги ясно, что не фиксировалось бы. Все абсолютно фиксируется, и все абсолютно оценивается. И за все абсолютно мы должны будем с вами отвечать. Обязательно. Вот сейчас я вам прочту несколько аятов, связанных с тем, что Бог говорит о том, что все наши с вами поступки, они все абсолютно известны Богу. То есть известны Богу для нас означает то, что они оцениваются. Оцениваются. Вот я это хотел, чтобы вы поняли, что когда мы говорим, что Богу все известно, Бог все знает, Бог обо всем решает, то это касается того, что при этом оцениваются наши с вами поступки, наши с вами намерения. Оцениваться что означает? Оцениваться не означает, что где-то ставится оценка и на этом кончается. Оцениваться, да, и в нашем быту оцениваться это означает. Оцениваться означает, что мы обязательно получим за это определенное воздействие, либо положительное, либо отрицательное. чтобы без воздействия, без вселенной, ни один, ни нравственный, ни безнравственный поступок не проходит. Когда пройдут, но за безнравственный поступок расплачиваться будет. За нравственные поступки получим воздействие. Вот это хочет нам сказать. Вот я вам читаю. Скруете ли вы то, что в сердцах у вас? Или проявите, знает Создатель. Ибо ведомо ему то, что на небесах и то, что на земле. Третья сура, тридцать двадцать девятый аят. Лучше всех знает ваш Господь, что представляете вы собой. Если захочет он, то смелости биться над вами. А если пожелает, то подвергнет вас каре. Семнадцатый сура, пятьдесят четвертый аят. Лучше всех знает, что сокрыто в сердцах наших. И вот если он пожелает, а он желает потому, что он сообщил нам, то есть если мы совершаем добро, то он желает нам вознаграждения. Если совершаем зло, то он желает нам наказать. Значит, если он пожелает, то он подвергнет нас каре или же воздаст нам вознаграждение. Вот это непреложная общая истина, которая должна сопровождать всю нашу жизнь. Вся наша жизнь должна быть всегда с ощущением того, что мы с вами как прозрачным аквариумом живем. Вот как прозрачным аквариумом, где рыба куда бы ни поплыла, все равно ее видно. И если, предположим, я слежу за тем, чтобы рыба там не туда поплыла, куда надо, и как-то как-то образом могу воздействовать на рыбу, вот точно так же мы с вами должны воспринимать, что вся наша жизнь, все наши мысли, все наши помыслы прозрачны для Бога. Мы ничем абсолютно не можем закрыться от Бога. Абсолютно мы прозрачны. И все время мы находимся под наблюдением и под оценкой. Все время. Достаточно нам хоть на сантиметры не туда поплыть, как получаем толчок. Или же достаточно нам на сантиметры поплыть туда, куда нужно, получаем подталчивание приятное. Вот это есть то, что ничто не закрыт от Бога, если Он пожелает, вознаграждает нас и наказывает. Вот это самое важное, что мы должны с вами знать. Вы знаете, что ислам начинается с того, что мы должны уверовать с вами в Бога и творить добро. Вот первая часть уверовать в Бога, она начинается с того, что мы абсолютно твердо знаем, что ничто не сокрыто от Бога и ничего такого не может быть в жизни, связанного с нравственностью, за что мы не получим ответ. Никогда не надо думать, что то, что было давно, то, что мы сейчас делаем, это все незаметно проходит. В нравственности, перед нравственным законом, который существует, ничего незаметно не проходит. И если за нами сейчас находится нечто такое, которое грозит нам впереди наказание, то мы должны стать таким человеком. Вот это очень важно, я хочу, чтобы вы это внимательно поняли. Мы должны стать таким человеком, которому это прошлое уже неприемлемо. Если мы с вами в твоей истории, в прошлой жизни совершали какие-то поступки, которые мы сейчас знаем, что они не могут быть оценены Богом положительно, что за это кара нас ожидает, если же что-то не было карательным, то что будет. Если мы знаем с вами, то мы должны сейчас вести себя так, думать так, просить Бога, чтобы Он помог нам стать таким, какому вот эти прошлые поступки уже не могут относиться, то есть неприемлемо для него. Когда человек меняется, изменение его означает, что то, что он делал до этого, то, что он хотел до этого, то, что ему нравилось до этого, сейчас ему очень не нравится, и он никогда этого не сделал. Если ты уверен, что ты вот тот поступок, который ты сделал, из-за которого ты знаешь, что ты получишь наказание, ты уверен, что для тебя это стало глубоко отвратительно, глубоко неприемлемо, и ты знаешь, что ты никогда перед Богом этот поступок уже не совершишь, тогда уже ты не тот человек, который это делал. И это снимается с твоей биографии, это называется прощение, об этом мы еще будем говорить. Главное это то, вот сейчас, сегодня, для первой лекции, главное то, чтобы мы знали, что ничего бесследно не проходит. Ничего не проходит для себя. И положительное, и отрицательное. Это мы не замечаем, ни у себя, ни у других. Это нам кажется, что все это было, какие-то мелочи были. Эти мелочи накапливаются, если еще раз говорить, относится к нравственности. Они постепенно накапливаются, накапливаются, и мы тонем под тяжестью наших собственных ошибок. Или же наоборот, мы всплываем в подмогу наших собственных поступков. Поэтому никогда нельзя думать, что если я сегодня ничего плохого не сделал, то сегодня меня не ожидает никакого наказания. Сегодня тебя может ожидать наказание за то, что ты вчера сделал, если ты остался человеком, который опять может сделать то же самое. Ничего не проходит без себя. И Бог нам говорит, не выдавайте себя за чисто помыслами, ибо Аллах лучше ведает, кто богопоязнь. 53 сура, 32 аят. Очень часто бывает, что перед нами, перед самим собой, человек начинает оправдывать свои поступки, полагая, что он сделал это из хороших побуждений. И ему кажется, что если он внушил себе, что это сделано из хороших побуждений, внушил окружающим. Очень часто бывает, когда мы окружающим внушаем что-то о себе, потом сами начинаем верить в это же. Это огромное количество людей на это попадаются. Все люди, которые начинают считать себя великими, они на эту удочку постоянно попадаются. Лучше всех знает Господь, говорит Бог, то, что в душах ваших, 17 сура, 25 аят. Бедает о том, что нашептывает человеку душа его, Аллах более близок к нему, чем вена его шеи. 50 сура, 16 аят. Где бы мы ни были, всюду Аллах с вами, и видит Он все, что вы вершите. 57 сура, 4 аят. Где бы мы с вами ни были, что бы мы ни делали, Аллах всегда рядом с нами. В том смысле, который я вначале вам сказал. Всегда рядом с нами. То есть, ничего такого о нас нельзя сказать, положительное отрицательное слошение нравственности, которое не было бы известно Богу. И Бог говорит, ведает Он о том, что на небесах и что на земле. Знает то, что скрываете вы, и то, о чем сообщаете. Ведает Аллах о том, что таят люди в сердцах своих. 64 сура, 44 аят. Ведает Аллах о том, что таят люди в сердцах своих. Вот это первое, основной принцип, который должен лежать в основе всякого человека, который идет по пути славы. Что Аллах ведает о том, что таят сердца наши. Это очень важно. Очень важно. Лишь на которых, кстати, спотыкаются огромное количество людей, полагая, что внешнее поведение, полагая, что солидарность с другими людьми, каких-то выполнений, какие-то обрядов, каких-то ритуалов, это действительно возвеличит его перед Богом, и Бог Бог сократит. Все, что мы делаем с вами внешне, все, что мы совершаем, видимое, это либо есть проявление того, что таят наши сердца, либо есть скрылание того, что таят наши сердца. Поэтому мы с вами никогда не сможем понять это проявление или таят. И тот, кто действительно знает о том, что Бог существует, Тот, кто действительно знает, что Бог карает того пожелая и вознаграждает того пожелая, должен знать, что если даже все люди на свете не знают о его намерении, о том, что таит в сердце его, то тот, чья оценка является единственно важным для того, чтобы человек счастлив, он прекрасно знает. Любой вопрос, который касается Ислама, а Ислам это есть путь, по которому нам надо идти, любой вопрос, который касается Ислама, любой вопрос, который касается Божественного, потустороннего, который касается Корана и Керем, должен быть только тогда вызывать у нас действительно интерес и мы хотим узнать ответ, если мы знаем, что от этого изменится наш образ жизни. Если изменится, обязательно надо это искать, не уставая искать. Если не изменится, оставьте это покой. Пустую трату времени не надо на это проводить, потому что вместо этого можно масса полезных вещей делать. Гораздо полезнее, вместо того, чтобы выяснить, сколько этажей в раю, гораздо полезнее пойти в детдом и помочь одному несчастному ребенку. Гораздо полезнее. Горан и Керем – это указание пути нам, как, куда нам идти. Это надо запомнить. Это не познавательная книга, не информационная книга, не книга для самообразования и так далее, и так далее. Для этого есть масса другой литературы. Это конкретное наставление и указание, как нам надо жить. И я говорил, еще раз повторю, вера, которую человек может иметь, это есть результат поиска правильной жизни. Когда человек сталкивается с различными проблемами, которые он сталкивается, научные, бытовые и так далее, этим, естественно, занимает, потому что мы должны этим заниматься безусловно. Занимает постоянно, непрерывно одна мысль, постоянно главным мотивом остается у него в голове в душе. Правильно ли я живу? Вот когда эта мысль постоянно является главным твоим вопросом, все остальное ты делаешь, но все равно это ты никак не можешь от этого делать. Правильно ли я живу? Вот когда эта мысль действительно становится ведущей мыслью, Бог открывает человеку глаза на веру. Человек становится верующим. Человек бывает уверовавшим Бога. Это в Уране Талин так сказано? Что только Бог открывает человеку глаза на веру. Вот после того, как у тебя глаза на веру открылись, после этого ты уже легко находишь книгу, по которой ты будешь жить. То есть тебе уже не надо доказывать, что ты должен слушаться Бога, что ты должен идти по этому пути. Что вот Куран и Керам – это есть наставление. Не надо доказывать. Потому что ты и так прекрасно знаешь, что обязательно надо слушаться Бога, что обязательно надо искать ответ, как жить у самого Бога. Это есть уверовать. Уверовать – тот принцип, который лежит в основе ислама. Уверуй и твори добро. Уверовать начинается с того, что ты абсолютно знаешь, что Бог существует. В этом сомнений уже не было. Человек уверовавшего, то есть человек, который все время искал ответ на вопрос, правильно он живет. А потом Бог ему из-за этого открыл ему глаза. Бог уже, этот человек уже не хочет сомнений не иметь по поводу того, что существует Бог, не существует. Это бессмысленный вопрос. Для верующих человек это вопрос столь же бессмысленный, как для обычного человека. Вопрос о том, что существует ли внешний мир или все это мое воображение. В Куране Керам – аяты, где постоянно говорится, что мы испытываем вас. В Куране Керам есть аят, в котором сказано, что все, что на земле, на небе, между ними, все создано для того, чтобы испытывать вас. Если кто-то из вас хочет узнать какой-то аят, одиннадцатый сурь и седьмом аяте. Или же есть аят такой, где Бог говорит, что я вас создаю для того, чтобы выяснить, кто из вас лучше по деяниям. Это десятый сурь и четырнадцатом аяте. Я здесь записал эти номера, чтобы вам сказать. Тогда как это может быть? Какое испытание может быть, если все, что я делаю, уже заранее предопределено? Уже Бог знает, что я сделаю? Это, кстати, вот перевод аккуратный. Вот Усманов здесь переводил. Фраза, в которой Прочковского сказано, что я создал все в мире по определенной мере. Там переведено. Я все создал по предопределению. Бог не создавал нас механизмом. Бог создал нас свободным выбором. А тогда как Бог воздействует на нас? Как мы от него зависимы? Если свобода выбора, вроде бы тогда Бог вообще не в причастие. Такие течения были в христианстве, кстати, были такие течения. Не в христианстве, а в христианстве. Когда считали, что Бог создал космос, мир создал, потом отошел в сторону. И все. Люди сами поступают таким образом. Тогда вообще понятие Бога и бояться Бога, это бессмысленно. Это уже эта фраза. Постоянно говорить в Горане Герману богобоязненность. Чего бояться, если он вообще не вмешивается. Создал и ушел, и все. Тогда в чем воздействие Бога на нас? Для того, чтобы это понять и осмыслить это с тем, что Бог смотрит, кто из нас лучше по деяниям. Бог проверяет нас, что мы сделаем. Бог слышит наше деяние. Потом сказано, что вы не сокроете ни какое свое деяние от Бога. Ни мысли, ни свои дела не сокроете, не скроете, значит. Если, значит, я что-то делаю, и Бог узнает об этом, значит, это не я это, не он, вернее, это сделал. Я сделал, а Бог узнал. Но на что тогда воздействует Бог? Вот это раскрывается аяте, который сейчас я вам почитаю. Это 31 сура, 22 аят. Вот послушайте, что Бог говорит. Тот, кто обратил свой лик Аллаху, тот, кто обратил свой лик Аллаху, это означает, что тот, кто хотел, как я вначале говорил, хотел узнать, правильно он живет или нет. И вот, наконец, настолько он искренне это хотел, что Бог ему открыл глаза. И он уже твердо следует его указать. Это есть обратить свой лик к Аллаху. Значит, как, например, человек, который, когда ребенок хочет узнать, как правильно он живет, он лик свой обращает к родителям своим, чтобы узнать правильно он живет. Когда какой-то великий там физик, там, я не знаю, спортсмен, кто где-то не был, когда человек хочет учиться у него, тот, кто обращает лик к нему, чтобы учиться у него. Вот так мы обращаем свой лик к Аллаху для того, чтобы от него узнать, как нам надо жить. Значит, когда человек обращает лик свой к Аллаху и творит добро, творит добро, добро творит, это важная вещь, которая предшествует вере и следует за верой. Вот когда человек искал, правильно он живет или нет, и все время пытался добро делать, а не зло, и часто ошибался, путался, потому что еще не знает, что вера не открылась ему глаза, но хотел добро делать. Когда он узревает, поворачивается лицом к Богу и узревает то, что сказано Богом, его откровение, его наставление узревает, тогда он уже знает, что такое добро на самом деле и творит только добро. И вот Бог говорит, тот, кто обратил свой лик к Аллаху и творит добро, обрет надежный опор. Абсолютно надежный опор. Значит, если мы с вами не обращаем лик свой к Аллаху и не творим добро, у нас нет опор. У нас нет надежного опора. Потому что только тогда обретаете надежный опор. У нас могут быть различные опоры, которые мы принимаем за надежную, и вдруг смотришь, эта опора провалилась у тебя под ногами. А ты считал, что абсолютно надежной. Для этого достаточно просто вспомнить, что было на протяжении последних двух месяцев во всем мире с этим землетрясением. А все, опора была надежная, да? Утром встал ты, даже если у тебя не дома положено, у тебя не очень обратно. В сад вышел, что может быть надежнее опора? В саду стоишь на земле, и вдруг, оказывается, опора была абсолютно ненадежной. И ушла из-под ноги земля. Нет ни одного положения, ни одного состояния, которое сам человек, если только он вообще способен как-то думать, сказать, что это абсолютно надежный опор. Такого не бывает. Всегда человек знает и чувствует, что что-то может случиться. Только когда у тебя опорой является Бог, абсолютно же опорой. Вот посмотрите, что Бог говорит дальше. Вот это принципиальная вещь, которая разрешает вот эту проблему, которую я поставил. То есть, если у нас есть свобода, Бог не управляет нашим поведением, то что же зависит от Бога? Наши дела не могут зависеть от Бога. Тогда это было бы, что Он управлял нами. Что же зависит от Бога? И вот Бог нам сам говорит. Недаром в Куране Керене сказано, в Куране Керене для того, чтобы вы почитали и поразмыслили. А не просто почитали. Послушайте, что Бог говорит. Последствия всех дел во власти Аллаха. Вот это ответ на этот вопрос. Мы с вами все, что делаем, делаем по своей свободе. Мы выбираем путь, по которому мы хотим идти. Мы выбираем дорогу, мы выбираем средства, мы выбираем людей, которые нам будут помогать, которые мы будем делать. Все выбрали. Начали делать. Это мы сами делаем. Прилагаем усилия. Это нам, мы сами усилия прилагаем. Не надо говорить, что Бог мне поможет. Нет. То, что ты должен делать, ты должен сам делать. Ты должен, если хочешь поступить в институт, должен учиться. Если хочешь запрести что-то, должен работать. Если хочешь накормить семью, ты должен работать. Все сам должен делать. Не надо говорить, что я уповаю на Бога. Это не Бог это делает. Это ты делаешь. А вот достигнешь ли ты того, что хотел, вот этим всем. Каков будет результат? Вот это зависит от Бога. Это только Бог делает. Ты можешь приложить огромные усилия, если Бог не захочет, чтобы ты достиг результата, не достигнешь. Если ты сделал что-то грандиозное, если Бог считает, что ты не достоин этого, ничего у тебя не получится. И наоборот, ты что-то делаешь. Ты приложил все свои силы к тому, чтобы сделать. Но сил у тебя мало. У тебя недостаточно сил, недостаточно положено там таланта, способности, чтобы это совершить. И вот если Бог считает, что тебе ты достоин того, чтобы ты получил это, ты получишь. Тот, у кого были все шансы получить с людской точки зрения, он не получит. Ты, у кого не было шансов, ты получаешь. Получаешь совершенно неожиданным образом. Вот это и есть та мысль, которую Бог хочет нам внушить. Результат всех дел, исход, зависит от Аллаха. Аллах не вмешивается в наши намерения, наши усилия, наши планы. Это и есть наша свобода, иначе Он не оттенивал бы нас. Но, увидев все это, увидев, какие у нас планы, что мы делаем, вот на основе этого, Бог оттенивает. Дайте нам результаты или не дайте. Вот в чем дело. Поэтому мы, с одной стороны, не должны никогда сидеть сложа руки, что я очень благочестивый, хороший, Бог мне поможет. Бог тебе не поможет, потому что в чем твое благочестие? В том, что ты ничего не делаешь? А для чего Бог создал тебя способным дело? Поэтому, если ты ничего не делаешь, ничего не надо ждать. Все должен ты сам, все абсолютно ты сам должен делать. С начала до конца. Поэтому мусульман должен быть активным, мусульман должен быть развитым. Промышленность, техника, что угодно. Все должно быть. Но, мусульман должен знать, что никогда ничего у него не получится, если он не будет достоин того, чтобы получить. То есть, если за всем этим не будет стоять глубокая акция. Ничего не получится. Ни техника тебе ничего не даст. Ни наука тебе ничего не даст. После науки ты получишь удар. После техники получишь удар. После всех изобретений получишь удар, будешь проклинать всю свою науку, всю свою технику. Потому что результат дел, исход не от тебя зависит. Что будет после этого, не от тебя зависит. Поэтому человек никогда не может знать, он хорошо поступает или плохо поступает сам по себе, не обратившись к Богу. Человек никогда не может знать, хочет ли он то, что нужно. Ты можешь у Бога просить то, от чего тебе будет очень плохо. Но, если ты в своей просьбе ты искренне и хочешь добра, то Бог тебе вместо того, от чего тебе будет плохо, дает то, от чего тебе становится очень хорошо. И если ты хотел что-то хорошее, которое могло тебе сделать что-то хорошее, но ты нравственно не достоин этого, ты получишь в результате то, на что ты не рассчитывал, и тебе будет от этого плохо. А активность у тебя была колоссальная, способности были большие. Вот в этом суть решения проблемы предопределения свободы воли. Никакого предопределения судьбы в этом смысле нет. Но и никакой независимости от Бога нет. Судьбу ты свою строишь сам, а судьба твоя строится Богом. Ты делаешь всё. Ты принимаешь решения. И за это ты получаешь то, чего ты даст. А не то, что ты хочешь. Вот это и есть суть веры в Бога. Верить в Бога – это не означает, что ты считаешь, что Бог существует и всё. Верить в Бог – это значит быть абсолютно уверенным, что ты получишь завтра только то, что тебе Бог даст, чего ты удостоил за сегодня, проходя испытания. И вот если мы с вами возвращаемся в понятие многобожие, то многобожие – это не тогда, когда мы почитаем кого-то. Многобожие – не когда мы любим кого-то, клянемся матерью, там, я не знаю, там, целуем кого-то руку, лицо – это не многобожие. Если ты призываешь на помощь человека, если ты уповаешь на то, что человек тебе в чём-то поможет, и при этом знаешь, что результат зависит и не от человека, и не от тебя, а только от Бога, а он помогает осуществить твой план, никакого многобожия здесь не может быть. Поэтому нормальный мусульманин может и почитать кого-то, и любить кого-то. Вот как только ты думаешь, что результат зависит ещё от кого-то, всё, это стопроцентно многобожие. И вот это многобожие в современной форме выражается в том, что мы действительно поклоняемся отдельным людям, считая, что вот если он нам поможет, у нас всё будет в порядке. Мы начинаем служить кому-то. Как только мы начинаем служить кому-то по его закону, мы сразу отклоняемся от нравственности Бога. Как только отклоняемся от нравственности Бога, служим кому-то, всё, это есть многобожие. В современном мире многобожие – это не боги, это не идолы, у нас такого нет. Это когда мы действительно убеждены, что кто-то может решить нашу проблему. Вот когда мы убеждены, что кто-то может решить нашу проблему, это есть стопроцентно многобожие. А когда мы думаем, что кто-то может помочь нам осуществить мой план, то я, например, хочу сейчас пойти куда-то, что-то там сделать. И считаю, что это нравственность, и Бог мне позволит получить результат. Вот когда я хочу куда-то пойти, кого-то прошу, чтобы он повёз меня, там дал деньги, чтобы я мог что-то купить, там я не знаю, что там сделал. Это нормальная помощь, это нормальное упование, это нормальная взаимопомощь, это надо этим пользоваться. Это не надо считать, что всё ты можешь сам делать. Есть люди, которые отдельные вещи лучше делают, чем другие. Если ты хочешь забить ворота в мяч, конечно, надо Хелле позвать, да, а не меня. Вот когда ты в осуществлении своего плана опираешься на людей, это совершенно нормально. А вот когда ты опираешься на людей с тем, чтобы достичь того, что ты хочешь, это есть многобожие, это есть уклонение от принципа. Исход дел только во власти Аллаха. Ни один человек на свете никогда не сможет тебе достичь того, что ты хочешь. Потому что исход всех дел зависит только от Аллаха. А про людей, правда, не совсем про людей, а тех, которым поклоняются. Бог сказал в 22-й суре 73-м аяте. Слаб и тот, кто просит кого-то. И слаб тот, кого просит. Ни один человек, какой бы он из себя не строил, гения, великого, могучего, он абсолютно слаб. Потому что он в течение секунды может получить апофлексический удар. И никто никогда не может сказать, что, нет, ты знаешь, он такой могучий, у него такая власть, что у него апофлексический удар не будет. Никто такого не может сказать. Поэтому, если мы действительно хотим, чтобы у нас не было непроизвольного многобожия, произвольного многобожия, мы должны знать, что ни один человек на свете, кто бы он ни был, никогда он не сможет осуществить результат наших дел. Результат зависит только от Бога. А люди все, они делятся по тому, кто что умеет делать, кто на что способен. Есть очень талантливые люди, есть бесталантные, есть способные. Но, есть одна общая вещь, которая тоже в Гуране Керам сказана. Вот в том же самом аяте, в 22 суре, в 73 маре, аяте. Что, кроме Аллаха, никто не способен создать даже муки. Вот, есть такое впечатление, особенно сейчас, что люди способны творить. Это происходит от искаженного понятия слова творить. Это, как армяне говорят, Великая Армения. Под Великой Арменией имеется в виду Большая Армения, больше, чем теперь еще. Они, как все, пользуясь велика, относятся великий народ. Да, на самом деле, имеется в виду больше размер, когда говорили. Старое русское слово, где-то, большое. Вот точно так же творить здесь. Творить, это не значит создавать то, чего вокруг нет. Это не творение. Потому что, сейчас я, например, возьму эту бумагу, делаю бумагу, сверну, сделаю термос, туда воду налью, там вода, правда, вытечет. Все это, скажем, вот я сотворил что-то. Вы как-то скептично относитесь к этому творению. Просто я взял воду, туда налил, я взял бумагу, налил воду туда. Вот все, что до сих пор сотворил человек, это фактически взять готовую бумагу и налить воду. Просто бумага удачная и вода удачная. Потому что еще ни одного элемента, элемент, из которого состоит весь космос, вот элемент, таблица Менделеева и так далее, ни одного элемента человек еще не создал. Он может только из другого элемента создать этот элемент, но пустого места не создал. Человек еще не создал ничего, которое уже не было бы сделано на основном, уже имеющихся элементами. Творить, создать муху, это значит, вот нет мухи, нет ничего. И я создаю новое творение. Не старое, а новое творение. Вот принципиальное различие между творением Бога, вот этим абсолютным творением человечества, в том, что человек всегда из того, что уже создано, он комбинирует удачно. И получается новая вещь. А Бог говорит, будь и появляется на абсолютно пустом месте. Абсолютно пустом. Космоса нет еще. Космос появляется. Вот это образ Бога, который должен быть у нас в городе. И поэтому, когда мы говорим о могуществе человека, о творении человека, мы всегда должны быть скромными. Мы скромными, мы должны быть как поотношены к себе, так как поотношены к всему человечеству. Человек очень зависит от того, что Богом уже создано. Человек не способен создать нечто такое, основу которой Бог уже нам не дал. И человек слаб по природе. Человек не может ничего создать. Человек должен всегда знать, что если он что-то хочет создать, то, во-первых, он вначале уповает на то, что Бог ему дал основу для этого. И во-вторых, он должен уповать на то, что результат Бог ему даст сделать. Вот когда человек понимает, что все, что есть, это не им создано, и не начинает превозносить себя. Когда человек понимает, что все, что создано им, сделано им, сделано с разрешением Бога, и все, чего он может достигнуть, все зависит от Бога, тогда он будет следовать закону нравственности. Потому что он тогда поймет, что все, что имеется на этом свете, все это никакого значения не имеет. Как в районе Харим сказано, это забава, бахвальство. Все, что человек говорит, что вот я выше тебя чем-то, это все бахвальство. Все, что человек приобрел, создал, этим хвастается, это все бахвальство. Это все пустая вещь, потому что она ни к чему не приводит. Ты создашь что угодно, если то, что ты создал, не привело к тому, чтобы ты излечился от неизлечимой болезни, от какой-то страшной болезни, от которого ты кричишь. Есть фантомная боль, вот я говорил, да, вам уже? Фантомная боль, когда нет ноги, но страшная боль в ноге, в конце ноги чувствуется, которой нет. Это человек на самом деле не может от него излечиться. Вот представьте себе, что у человека фантомная боль. Ничего не поделаешь, ноги нету, а нога болит. И тут начинается, ему говорит один, что я создам великолепную технически оборудованный самолет создам для тебя. Другой говорит, что я такой телевизор создам, что он будет 100 метров по диагонали. Третий, что же это говорит? Тот бедный, который с болью кричит, смотрит на него, что тут с ума сошли, что ли. Зачем мне все это нужно? Мне нужна одна вещь, что у меня эта боль прошла. И это всем ясно. А когда нам говорят, что техника создается, тивилизация создается, от которой у человека будет хорошо, и нам не говорят о том, что от него, там уже после смерти, которая наступит максимум через 60-70-80 лет. Эта фантомная боль не пройдет. Это ли не глупо? Не понимает человек, что там-то его фантомная боль ждет? Зачем все это догадывать? Есть один единственный способ для того, чтобы этой фантомной боли не было, и чтобы вы избежали этой боли. Это идти соответственно законам рапсионности. Только тогда и вы будете счастливы, и все вокруг, потому что фантомная боль не будет грозить никому из вас. После этим пожеланиям я сегодня закончу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ